Конечно, современная наука выросла из науки XIX века, когда было ощущение, что наука может объяснить всё, а поэтому религия не знала ни за чем. Это было такое яркое чувство революции. И это реально привело к тому, что люди перестали быть религиозными. Было такое ощущение. Мне кажется, что сейчас наука поуспокоилась. Есть, конечно, но не так. Уже нет ощущения, что наука сейчас нам быстренько всё объяснит, что всё совершенно элементарно. Потому что всё сложнее. Тогда было ощущение, что всё просто. Если вы посмотрите на теорию Дарвина, что может быть проще теории Дарвина? Это же элементарная вещь. Или марксизм. Всё за счёт экономики. То есть она является центральным компонентом общества. Ничего другого нет. Или всё остальное к ней причинено. Это попытки простейшими способами объяснить сложные явления. Но, слава Богу, мы уже понимаем, что на самом деле сложные явления просто не объясняются. Поэтому уже так вот оставится место и для науки, и религии, и ничего с этим. Поэтому изменится ментальность учёных в этом способе, потому что они будут более спокойно и, может быть, с интересом относиться к религии, особенно если изменится и религиозное объяснение противоречия. Я берёшь на то, которое и сейчас, то, что мы говорили. Максимум доверия к науке действительно, мне кажется, приходится на начало XX века, когда там в одной стране были научные теории, что можно научным образом построить. В другой стране были профессора, объясняли, как устроены раз, две раз. Вот это максимум влияния науки. А, то есть за XX век влияние науки, хотя она бы взросла... Оно пережило самую ровную... Да, но влияние на то, что её надежда, что науку нам всё объяснили, она как раз упала за время XX века, да, это память о по науке? Я даже сказал больше. Я сказал, что максимум влияния приходится на... На что на XX века? На совершенно определённые научные теории. Ну, хорошо, я же говорю, что за XX век тогда это упало. Нет, не то, что науку всё не объяснится. Путь не в этом. А в том, что возникает ощущение, что мир ужасно сложный. И поэтому простым, так сказать, научным способом он не объясняется.